На повестке встречи задача, поставленная президентом страны. Казачьи войска должны интегрироваться в состав вооруженных сил России. Для выполнения этого поручения, подчеркивает губернатор, казакам даны дополнительные полномочия. Сегодня в регионе реализуются меры по их привлечению к выполнению воинских обязанностей военной службе, оказывается содействие казачьим обществам, ведется подготовка призывников и казаков-запасников, а также военно-патриотическое воспитание молодежи. Уверен, что казачество, храня верность традициям, будет всегда по-прежнему вносить весомый вклад в защиту Родины. Уверенность основана на том, что казаки всегда строили и строят свою деятельность не ради разрешения каких-то узконаправленных задач, а как наши славные предки ради верного служения Тихому Дону и всему Отечеству. Сегодня в 54 районах и городах области больше тысячи казаков-дружинников несут службу по охране общественного порядка, защищают госграницу, участвуют в природоохранных и противопожарных мероприятиях. На поддержку казачьих дружин в прошлом году из областного бюджета выделено около 180 миллионов рублей. Как подчеркнул губернатор, правительство Ростовской области намерено и дальше оказывать казачеству всемирную поддержку. В свою очередь атаман Всевеликого войска Донского поручил в ближайшее время сформировать мобильные подразделения казаков-роты, находящиеся в постоянной боевой готовности. Два взвода этого подразделения в случае необходимости будет поступать в распоряжение главы муниципалитета и будут включены в схему мобилизационного развертывания. Один взвод должен быть готов к выдвижению в любом направлении и выполнению задач за пределами муниципального образования. Не менее важная задача сохранение и развитие казачьих традиций. По мнению губернатора, развивать исторические корни необходимо, начиная с подрастающего поколения. Очень важная задача вырастить из ребенка гражданина и патриота своей страны. Это нужно делать через воспитание в семьях казачьих традиций и ценностей, через православие как объединяющие силы и центр расплочения людей, оплота нравственности и духовности. Через образовательные программы в учебных заведениях, начиная с детского сада до вуза. После расширенного совета атаманов, глава Донского региона вместе со своим коллегой из Волгоградской области отправился в Белоколитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус. Гости осмотрели кабинеты и помещения, где дети живут и тренируются. Сегодня в регионе действует шесть казачьих кадетских корпусов. К 2020 году их число должно удвоиться. В Ростовской области откроется первый на юге России морской казачий кадетский корпус. Ася Куринова, Анна Ларченко, Станислав Фоменко. Главное новости. Продолжение следует...